О таинственном бермудском треугольнике знают, пожалуй, все. Новости из него приходят регулярно. Например, недавно новостные ленты облетела информация, что таинственные бермуды вернули пропавшие 90 лет назад судно. На самом деле таинственных мест на планете гораздо больше, о них и пойдет речь в этом топе. Поехали! Остров НВТ нет. В Восточной Африке, на севере Кении, посреди озера Рудольфа, раскинулся таинственный остров НВТ нет. Десятки лет остров заброшен, так как считается, что он заколдованный. В 1935 году на острове исчезли двое членов этнографической экспедиции. Все попытки найти пропавших людей оказались безрезультатными, а исчезновение людей так и не было найдено разумного объяснения. Спустя некоторое время эта история стала забываться. На острове поселились несколько семей премии Эль Моло. Они занимались рыбалкой, а рыбу обменивали на хлеб и молоко. Но однажды родственники, решив посетить их, нашли только покинутую деревню и потухшие костры. Несколько десятков человек с маленького острова исчезли бесследно. Что произошло с ними, можно только предполагать. Местные легенды говорят о загадочном огне, выходящем из особой трубы на острове и подземных тоннелях, уходящих в бездну. Кроме того, по рассказам премии Эль Моло, иногда у острова из тумана поднимается город, светящийся разноцветными огнями. Оттуда доносятся погребальные песни. На заколдованный остров вновь отправились две частные экспедиции из Голландии и Германии. Но и их постигла та же печальная участь. Они обе исчезли бесследно. Остров Энваитинет так и не открыл свои тайны. Горы Суеверия Горы Суеверия – горный хребет, расположенный к востоку от Феникса, штат Аризона. Согласно легенде, когда-то в 1800-х годах человек по имени Яков Вальс обнаружил в горе огромную золотую жилу, но так никому и не открыл это место. С тех пор шахту не смог найти ни один человек, несмотря на многочисленные экспедиции. Рассказывает, что духи людей, которые погибли в поисках золота, все еще бродят по этим горам. Легенда американских индийцев гласит, что сокровище гор охраняется существами, называемыми Туар Тумс – маленькие люди, которые живут под горами в пещерах и тоннелях. Некоторые индийцы апачи считают, что вход в ад находится именно в этих горах. Треугольник дракона Треугольник дракона или же море дьявола – область в Тихом океане, в которой постоянно происходят не менее странные события, чем в Бермудском треугольнике. Море дьявола, расположенное на побережье Японии, было местом бесчисленных необъяснимых явлений, в том числе магнитных аномалий, необъяснимых огней и объектов, а также загадочных исчезновений. Данное место считается опасным даже официальными японскими властями. Одна из историй гласит, что в 1952 году японское правительство послало исследовательское судно Кайо Мару номер 5, чтобы исследовать тайны треугольника дракона. Больше это судно и его экипаж, в составе которого был 31 человек, никогда не видели. Ранчо Бигиллоу Ранчо Бигиллоу – участок площадью 480 акров на северо-западе штата Юта, который является местом странных происшествий, которые были задокументированы здесь еще с 50-х годов. Некоторые из самых странных историй произошли с владельцем ранчо Терри и Гвен Шерманами после того, как они купили его в 1994 году. Первый день, когда они переехали на ранчо, Шерманы увидели большого волка на пастбище. Невероятно, но фермеры даже погладили волка, поскольку зверь вел себя как ручной. Однако, когда волк схватил теленка за морду через прутья загона, Терри выстрелил в волка из пистолета. Пули не оказали на нем вообще никакого эффекта. Шерманы попытались выследить волка, но его следы резко оборвались, как будто он растворился. Далее Шерманы постоянно страдали от таких событий, как НЛО, необъяснимые летающие шары, которые сожгли трех собак, и постоянно появляющихся ужасных увечий у их скота. Дошло до того, что чета Шермана в 1996 году продала ранчо Роберту Бигеллоу, основателю национального института Discovery Science, который хотел изучить тайны окружающего ранчо. Институт держит свои открытия в строгом секрете. Башня Дьявола Это место находится в американском штате Вайоминг. На самом деле это вовсе не башня, а скала. Она состоит из каменных столбов, которые будто бы сложены из пучков. Сформировались они еще 200 миллионов лет тому назад. Долгое время стороннему наблюдателю казалось, что эта гора имеет искусственное происхождение. Но человек ее построить никак не мог. По своим размерам башня Дьявола превосходит пирамиду Хеопса в два с половиной раза. Неудивительно, что местное население всегда относилось с трепетом и даже страхом к этому месту. К тому же ходили слухи, что на самой вершине горы часто появлялись загадочные огни. На вершину горы люди поднимались всего дважды. Первым покорителем стал местный житель в 19 веке, а вторым скалолаз Джек Дюранс в 1938 году. Еще одним покорителем вершины вознамерился стать опытный парашютист Джордж Хопкинс. Хотя он и смог удачно приземлиться, но спуститься с башни для него не представлялось возможным. Самолеты не имели возможности подлететь, поэтому только лишь скидывали продовольствие. Профессионалы, покоряющие восьмитысячные вершины, оказались бессильными перед скалой высотой в 390 метров. Через прессу был найден тот самый Джек Дюранс. Уже через два дня он был на месте и смог снова покорить вершину по одному лишь ему известному маршруту. Альпинисты во главе с ним смогли достичь вершины и спустить оттуда несчастного парашютиста. Башня Дьявола продержала его в своем плену целую неделю. Нью Грейндж Полагается, что это самое старое и самое известное доисторическое сооружение во всей Ирландии. Нью Грейндж был построен из земли, камня, леса и глины приблизительно в 3100 году до н.э. Приблизительно за тысячу лет до постройки пирамид в Египте. Состоит это строение из длинного коридора, который ведет к поперечной палате, которая, вероятно, использовалась как могила. Наиболее характерная особенность Нью Грейндж – самый точный и крепкий проект, который помог структуре остаться полностью водонепроницаемой и по сей день. Что самое удивительное, вход в могилу расположен относительно солнца таким образом, что при зимнем солнцестоянии в самый короткий день года лучи солнца направлены через небольшое отверстие в 60-футовый проход, где они освещают пол центральной комнаты монумента. Археологи предполагают, что Нью Грейндж использовался как могила, но почему и для кого все еще остается тайной? Также сложно определить, каким образом древние строители с такой точностью рассчитали конструкцию и какую роль солнце занимало в их мифологии. Газекский круг в Германии Одно из самых таинственных мест в Германии – Газекский круг. Памятник, сделанный из земли, гравия и деревянных палисадов, который считался самым ранним примером примитивной солнечной обсерватории. Круг состоит из ряда круглых канав, окруженных стенами палисады, которые были с тех пор восстановлены. Считается, что памятник был построен приблизительно в 4900 году до н.э. Неолитическими народами точная и качественная подстройка памятника принудила много ученых полагать, что круг был построен, чтобы служить некоторым примитивным солнечным или лунным календарем, но его точное использование все еще источник дебатов. Согласно свидетельствам, так называемый «солнечный культ» был широко распространен в Древней Европе. Археологи извлекли несколько человеческих костей, включая безголовый скелет. Это привело к предположению, что круг использовался в некотором ритуале, возможно даже в приношении человеческой жертвы. Загадочный Саксайюаман Недалеко от известного древнего города Мачу-Пикчу находится Саксайюаман – странный комплекс из каменных стен. Ряд стен был собран из массивных 200-тонных блоков скалы и известняка, и они устроены в зигзагообразной форме вдоль склона. Самые длинные блоки составляют примерно 1000 футов в длину, и каждый составляет примерно 15 футов в высоту. Памятник находится в удивительно хорошем состоянии для его возраста, особенно рассматривая склонность области к землетрясениям. Под крепостью были найдены катакомбы, скорее всего ведущие к другим структурам столицы инков города Куско. Большинство ученых утверждают, что Саксайюаман служил как своего рода крепость. Методы, которые использовались при постройке крепости, до сих пор не разгаданы. Как большинство каменных строений инков, Саксайюаман был построен из больших камней, которые совмещаются настолько отлично, что даже листок бумаги не пройдет между ними. То, как индейцам удалось транспортировать настолько тяжелые камни, все еще неизвестно. Скрижали Джорджии Памятник состоит из четырех монолитных плит гранита, которые поддерживают единственный карнизный камень. Монумент был создан в 1979 году. Интересные надписи на плитах являются руководством для будущих поколений, выживших в результате глобального катаклизма. Эти надписи вызвали множество споров и возмущений. Памятник неоднократно осквернялся. Помимо множества противоречий, очень немного известно о том, кто построил этот памятник, или какова его истинная цель. Так как памятник был построен во время разгара Холодной войны, одна популярная теория гласит о том, что скрижали Джорджии должны были послужить учебником для тех, кто начнет восстанавливать общество после ядерного холокоста. Плато Устюрт Плато Устюрт расположен на территории Республик Казахстана и Узбекистан. До настоящего времени это место остается одним из самых неизученных на планете. Площадь Устюрта более 200 тысяч километров и высота плато 180-300 метров. Земля здесь всюду испещрена проломами, трещинами и обрывами. Ученые обнаружили здесь 60 стоянок древних людей эпохи неолита, а также следы пребывания племен скифов и монголов. Главной загадкой плато считают так называемые стрелы Устюрта. Это древние сооружения, ранее археологам нигде не встречавшиеся. Они представляют собой выкладки из колотого камня высотой до 80 сантиметров. Основание напоминает мешок, из которых выходят по две стрелы с ярко выраженными наконечниками. В длину каждая стрела 800-900 метров, а в ширину 400-600 метров. И все они направлены на северо-восток. До сих пор непонятно их точное предназначение, ведь из-за их гигантских размеров стрелы нельзя увидеть с земли пешему человеку или всаднику на коне или верблюде. Обнаружить эти стрелы смогли только в 1986 году при проведении аэрофотосъемки. Ну что ж, на то все. Ну как, интересно? А теперь загадка. Найдите на одном из фото нецензурное слово. Я лично, когда увидел, хохотал до упаду. А когда найдете, напишите, где же вы его видели. И поставьте лайк. Ну и до скорых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok